Напоминаю интернет-словари и справочники, которые вам помогут при подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка. Проверить написание и произношение слова вы можете на сайте грамота.ру. Проверить значение происхождения и употребления слова и фразеологизма вы можете на сайте академик.ру. Проверить образование формы слова в морфемный состав вы можете на сайте викисловарь. Первая наша тема – это морфемный состав слова. Морфема – это часть слова. И главной морфемой является корень – это общая часть родственных слов, в которой заключено их общее значение. Так, в словах «поспешить», «спешка», «неспеша» можно выделить корень «спеш». Это общая их часть, имеющая значение торопливости, скорости действия. В слове может быть приставка. Это морфема, стоящая перед корнем. В слове «поиграть» приставка «по», «загнуть», «за», «безумный», «без». В слове может быть суффикс. Это морфема, стоящая за корнем. Столик – суффикс «ик», учитель – суффикс «тель», в слове «учительница» суффикс «ниц». Приставка и суффикс служат для образования новых слов. Окончание. Это изменяемая часть слова морфема, которая показывает форму слова. Книга. Окончание «а» нам говорит, что это существительность женского рода, стоит в форме единственного числа именительного падежа. Изменили форму слова, поставили во множественное число «мои книги», изменилось окончание. Увлечен «чем» книгой форма творительного падежа, изменилось окончание. У некоторых слов бывает нулевое окончание. Например, «слон» существительного мужского рода относится к второму склонению, имеет нулевое окончание. Оно не выражено никакой буквой. «Мышь» существительного женского рода относится к третьему склонению, имеет нулевое окончание. При изменении формы слова, ставим форму множественного числа «слоны», «мыши», окончание появляется. Как определить приставку в слове? Перед вами три слова, которые начинаются совершенно одинаково. Для того, чтобы правильно определить приставку в этих словах, каждому из них нужно подобрать однокоренные слова. «Надумать». Подбираем однокоренные слова. Видим, что есть общая часть со значением «думать». Это корень. Значит, в слове «надумать» приставка «на». «Надписать». Однокоренные слова «писать», «выписать», «подписать». Делаем вывод, что в слове «надписать» корень у нас «пис» и приставка «над». «Надеяться». Однокоренные слова «надежда» надежной. Видим, что в этих словах нет приставки, они сразу начинаются с корня. Следующее наше тело – это наречие. Наречие – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия или признак признака. Наречие отвечает на разные вопросы. Чаще всего это вопрос «как?», но также наречие может отвечать на вопрос «где?», на вопрос «куда?», «когда?», «почему?», «зачем?», «насколько?», «в какой степени?». Следующая наша тема – это правописание безударной гласной в слове. Два предложения «я примиряю поссорившихся друзей», «я примиряю новенькую куртку». Два слова «примиряю» в одном предложении и в другом произносятся абсолютно одинаково. Проверим, пишутся ли они одинаково. Для этого каждому из этих слов мы подбираем родственные слова, близкие по значению. «Я примиряю поссорившихся друзей». Однокоренные слова «мирить», «мир», «мирно». Значит, в предложении «я примиряю поссорившихся друзей» в слове «примиряю» нужно нам написать букву «и» в корне «мир». «Я примиряю новенькую куртку». Однокоренные слова «мерить», «примерка», «мера». В предложении «я примиряю новенькую куртку» в слове «примеряю» нужно писать в корне «мер» гласную «е». Следующая наша тема – это словосочетания. Словосочетания – это сочетание двух самостоятельных слов, связанных по смыслу и грамматически. Большинство словосочетаний являются подчинительными, то есть такими, в которых можно выделить главное слово и от главного поставить к зависимому вопрос. Старый дом. Дом – это главное слово. Ставим вопрос «дом какой?» Старый. Старый – это зависимое. Дом у реки. Главное слово «дом». Дом у чего? У реки. Или дом где? Или даже дом какой? Построили недавно. Здесь тоже можно выделить главное слово. Это глагол «построили». Построили… Задаем вопрос к наречию. Построили «когда?» Недавно. Перед нами три подчинительных словосочетания. И последняя наша тема – каламбур. Все вы знаете детское стихотворение. «А» и «Б» сидели на трубе. «А» упало, «Б» пропало. «Кто остался на трубе?» Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно понимать, что это стихотворение построено на каламбуре, то есть шутки, основанные на комическом использовании одинаково звучащих, но разных по значению слова. Если представить, что «и» – это не союз, который соединяет самостоятельные слова «а» и «б», а самостоятельное слово, смотрите, как это будет тогда написано, «а» и «б» сидели на трубе. Их уже трое на трубе сидело. «А» упало, «Б» пропало. «Кто остался на трубе?» И тогда правильный ответ на трубе осталось «и».